Как мало летом на наших загородных участках насыщенных синих красок. Ведь этот цвет особенно желанный и не только потому, что редко встречается среди растений. Тенеголубые и ультрамариновые тона наполняют летний сновный сад приятной прохладой, легкостью и особым умиротворением, а также визуально расширяют пространство. Сегодняшнее видео о красивейшем кустарнике, который один из немногих может похвастаться в период цветения обилием синевы. Это высокодекоративное растение имеет много названий. Его именуют калифорнийской сиренью, нью-джерсийским чаем и краснокорейником. Большинство же его знают как цианутус. Это очень живописное и пластичное растение, но отлично подходит для создания неповторимого садового дизайна. Его можно формировать в виде раскидистого куста и даже небольшим деревцем. Мелкие цветки цианутуса плотно собраны в объемные пушистые соцветия, ярко-синего или насыщенного голубого цвета. Цветение длится с июля до сентября. Но если вы посадите куст на солнечном и защищенном от холодных ветров месте, наслаждаться ароматными цветами можно будет аж до октября. Друзья, поделитесь пожалуйста в комментариях, какие растения с синими цветами вы можете посоветовать. Я также буду рада всем вашим советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. При хорошем уходе краснокорейник просто поражает буйством твоих эффектных соцветий. Их окраска чаще голубая и синяя. От лазурных оттенков до индига. Но есть сорта с белыми, розовыми и даже светло-фиолетовыми цветками. В садах средней полосы России наиболее популярен цианотус американский. Надо признать, что вечно зеленые виды в наших краях не зимостойки. А вот листопадные гибриды более устойчивы и не только к морозам. Они в уходе неприхотливы. Окрепшие кусты цианотуса выносливые к жаре и даже засухе. Однако молодым саженцам все же необходим своевременный полив. Краснокорейник будет роскошно выглядеть отдельно посаженным солитером. Особенно в форме пышного деревца на фоне изумрудной газонной травы. Очень эффектно смотрится живая изгородь из цветущих кустов калифорнийской сирени. Это растение скрасит ваш летний отдых не только своим живописным видом, но и упоительным ароматом. Чтобы наслаждаться его приятным запахом, цианотус лучше высаживать ближе к дому, веранде, возле беседки и зон отдыха. Его также можно выращивать в контейнере, для украшения террасы и при домовой территории. На зиму такие растения заносят в прохладное помещение. Однако не стоит высаживать краснокорейник в местах скоплений от алых вод и осадков, например, под крышами, так как его корни могут сильно пострадать от чрезмерного замокания. В посадочную яму обязательно укладывают хороший слой дренажа. Для этой цели подойдет керамзит, битый кирпич, щебень или высокий слой чистого речного песка. Чтобы цианотус красиво и обильно цвел, почва для него должна быть не только рыхлая, но и питательная. В состав добавляют перепревший компост, терновую землю и песок. К тому же, как минимум один раз за сезон растения требуется подкормить полным комплексом минеральных удобрений. На обилие ярких соцветий также влияет своевременная обрезка. Прошлогодние побеги укорачивают, что дает хорошее ветвление из молодых приростов, на которых и будет цветение. Обрезку проводят ранней весной. Омоложение взрослых кустов делают один раз в несколько лет, удаляя до основания старые и сухие ветки, кардинально снижая крону растения. В холодных регионах на зиму кусты подготавливают. Приствольный крок высоко мульчируют сухими опавшими листьями, торфом или перепревшим компостом. После этого крону обматывают плотным агроволокном. Над невысокими растениями можно соорудить укрывной каркас. Однако в холодную бесснежную зиму ветки, скорее всего, будут подмерзать. Но даже в этом случае краснокоренник весной неплохо восстанавливается и уже летом зацветает, так как его цветение происходит на молодых побегах текущего года. Размножить цианодус можно разными методами, но стоит учесть, что семена высевают только после предварительной стратификации. Для этого их на месяц заглубляют в слегка влажный рыхлый грунт и помещают в холодное место, например, на нижнюю полку холодильника. Молодые семцы необходимо подкармливать, а на постоянное место высаживают только окрепшие растения и в первое время проводят своевременный полив и прополку сорняков. На зиму обязательно утепляют. Краснокоренник отлично размножается пригибанием нижних боковых веток, то есть методом отводок, черенкованием и делением куста. Эти способы гораздо проще. К тому же готовые растения вы получите намного раньше. И будете уверены, что они полностью наследуют все качества материнского куста, что не может гарантировать размножение семенным путем. Цианодус – это один из немногих высокодекоративных кустарников, который может похвастать своим непревзойденным обильным цветением с насыщенной сине-голубой цветовой гаммой. Плюс этого интересного растения еще и в том, что оно и является азотфиксатором. Его корни имеют красный цвет, за что краснокоренник и получил свое название. На корневой системе цианодуса образовываются небольшие глубинки, в которых накапливается азот. Именно этот химический элемент делает почву более плодородной. Соседство краснокорейника благотворно влияет на растения, посаженные рядом. Но, пожалуй, самая основная его заслуга – в роскошном, ароматном цветении, которое способно украсить любой сад. Надеюсь, что Вас заинтересует этот необыкновенно красивый кустарник. Возможно, и Вы захотите посадить эффектную калифорнийскую сирень на своем загородном участке. А если Вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok